здравствуйте меня зовут марченко юрий и мы сегодня с вами посмотрим на 4 важных момента которые реализуются либо не реализуются в течение этой недели но во всяком случае они будут находиться в фокусе внимания и рынок будет в целом реагировать на них так либо иначе что это за вещи разберем как и что и какова реакция может быть тоже безусловно разберем ну это будет у нас такой диалог больше такой фундаментальной направленности на размышления если хотите какие-то конкретные точки входа стопы и цели отсылаю вас к утренним брифингом ежедневным до который есть на канале либо на сайте на сайте автором здесь собственно говоря указан ну а какие же вещи о чем я говорю ну обратимся для начала в экономический календарь и если мы с вами посмотрим на среду четверг и пятницу то я бы сказал так что это неделя эта неделя центральных банков потому что многие банки ну не как многие до конкретнее фрс ну это конечно не центральный банк где менее фрс национальный банк швейцарии центральный банк российской федерации европейский центральный банк 4 регулятора которые будут сегодня на этой неделе вернее отчитываться друг за дружкой и первым стартует здесь как раз таки фонс в завтра получается до 11 декабря мы узнаем с вами решение о процентной ставки но сразу хочу сказать что процентная ставка у них более-менее такого удовлетворительная и в рынок заложено отсутствие изменения процентной ставки поэтому очень маловероятно я даже сказал практически исключено тот факт исключен тот факт что ставку будут менять и это в принципе даже показывают рыночное настроение если мы сами посмотрим на вот эту вот картинку это данные которые строятся это данные по ожиданию процентной ставки которые строятся на базе фьючерсов которые торгуются на бирже семьи то есть другими словами этими фьючерсами участники рынка используя деньги закладывают свои рыночные ожидания и можно сказать что вот это и есть ожидание процентной ставки и что мы здесь видим видим 99,3% участников рынка ожидает увидеть процентную ставку в сша 150 175 байсных пунктов кстати говоря все эти скажем так кто это все эти данные таблички которые сегодня буду показывать ссылки на них будут в комментариях видеоролику поэтому обращайте на это внимание ну и что здесь важно ну это важно то что фрс в принципе не дает сигналов о том что они будут менять свою процентную ставку и рынок этого не ждет в принципе причем если мы с вами посмотрим не на 11 декабря 2019 года который уже вот-вот наступит а посмотрим вред в перспективу до 16 декабря 2020 года то только аж 16 декабря 2020 года рынок впервые задумывается до закладывает ожидания о том что процентная ставка будет еще пониже на 25 байсных пунктов но это больше года еще времени поэтому ожидания будут меняться но справедливости ради замечу что рынок вот в этом ключе практически всегда оказывается прав потому что не то чтобы там люди делают верные ставки а просто экономические предпосылки складываются таким образом что в целом умный капитал крупный капитал не перетекает куда попало лишний раз например год назад в конце декабря 2018 года когда джером пауэлл говорил да после на очередной пресс-конференции говорил о том что в 2019 году фрс планирует повышать процентную ставку дважды а в 2020 году еще один раз так вот в тот момент согласно этой табличке ни на секунду не было ожиданий того что в девятнадцатом году будут повышение ставки более того рынок уже на тот момент в декабре 18 года закладывал ожидания на понижение процентной ставки в сентябре девятнадцатого года и по факту так оно случилось даже лучше в июле 2019 года впервые фрс понизил процентную ставку и оказалось что эти ожидания были оправданы были верны соответствующим образом этим данным можно доверять могут ли они измениться да безусловно все происходит в динамике но меняются они в силу некоторых фундаментальных факторов пока признак причин для изменения процентной ставки на самом деле фрс и нет ну и здесь я бы хотел сказать что еще один интересный момент присутствует это то что фрс увеличивает баланс баланс она увеличивает достаточно серьезно это вот тот самый рост с 3 и 7 миллиардов долларов до 4 миллиардов долларов уже вырос баланс фрс причем это так называемый некую ну то есть джон паула билда что они будут проводить выкуп но это не тот самый куе потому что они они будут выкупать табилдс когда бумаги с периодом до года а вот и действительно они выкупают и мы можем с вами посмотреть по табличка консолидированный отчет всех банков федеральной резервной системы и вот на последнюю например неделю с 27 по 4 до получается декабря мы сами видим о том что действительно баланс прирастает и он действительно прирастает по строчке табилдс но что еще интереснее это то что он еще прирастает и по строчке репо вот та самая строчка то есть помимо скупки долговых бумаг табилдс фрс сша еще и вливает деньги по сделкам репо и достаточно много справедливости ради давайте посмотрим да сколько они это делают посмотрите мы открываем график вот этого самого репо и обнаруживаем что сейчас объемы сделок репо достаточно рекордные порядка 208 чего это у нас миллионов до или миллиардов наверное до миллионов долларов получается 208 миллиардов долларов и до этого сделками репо они так сказать регулировали рынок только аж в 2008 году то есть надо сказать что так сказать меры достаточно экстраординарное более того мы сами можем еще посмотреть и другую строчку все-таки она тоже здесь есть посмотрите у нас еще растет баланс просто по бандам то есть другими словами фрс сша помимо того что они скупают табилдс и осуществляют сделки репо они еще и все-таки наращивай долговые бумаги с горизонтом более чем один год и это уже как ни крути то самое куе да она здесь конечно замедленнее чем это было в момент q3 q2 q1 но тем не менее баланс растет и фрс сша хоть и говорит что это не некую и монетарной политики не там так что много но тем не менее их отчеты говорят фактически об обратном к чему я это все это все к тому что мое внимание приковано к пресс-конференции джерому паула и если кто-то из журналистов может быть или бы он сам затронет эту тему до что их баланс действительно растет очень непомерными силами и как он это прокомментирует вот здесь тут интересно послушать что он ответит и безусловно интересно посмотреть как на это отреагирует рынок в целом фрс анонсировала вот это вот никуе в размере 60 миллиардов долларов в месяц они значительно больше вливает денежную систему что должно давить так сказать на доллар сша и он должен слабо ты однако он этого не делает потому что у них там кризис ликвидности все таки присутствует который не заливает деньгами то есть доллар сша у нас находится под давлением и того с точки зрения фрс сша да я бы с не следил бы за процентными ставками они останутся без изменений намного интереснее то что он скажет на пресс-конференции фонс и тут я вас готовлю к тому что такая волатильность может быть именно на этой почве хотя честно говоря сам прекрасно понимая что скорее всего этот момент будет упущен полностью второе на что стоит обращать внимание следующий да так сказать это ставка процентная ставка европейского центрального банка которая скорее всего тоже останется без изменений и здесь у нас есть и свой так сказать показатель да это среднесрочная ставка по еврозоне ставка которая тоже публикуется межбанковская ставка которая публикуется самим европейским центральным банком строится она на основании двух последних банковских дней и на основании того с какими процентами проходят сделки там на межбанке но в принципе все можно посчитать это несложный такой достаточно момент все расписано стартанул этот индикатор 2 октября 2019 года то есть это в принципе можно сказать абсолютно новые данные но что для нас это значит для нас именно вот эта цифра и есть те ожидания которые заложены в рынок то есть другими словами мы сейчас видим что при текущей процентной ставки и прошу прощения по депозитам минус пол процента межбанки между собой рассчитывается в районе минус 054 то есть чуть чуть ниже чем депозит на ставка что говорит о том что рынок скорее склонен к ожиданию закладывает скорее ожидания дальнейшей дальнейшего понижения процентной ставки еще на пять сотых процента конечно на пять сотых процентов меня понижать процентную ставку не будет да и в принципе в этом особого смысла нету поэтому во всех прогнозах указано что фрс и cb про прощение значит ставку понижать не будут и абсолютно верно потому что ну это уже так сказать не подход в этом плане марио драги единственное что мог сделать сделал а он понизил процентную ставку за свои восемь лет дались не память не изменять восемь лет правления в европейской центральном банке что он сделал он запускал печатные станки он понижал процентную ставку он ее понизил в отрицательную зону по депозитам теперь у нового председателя который стала кристин лагард нет такой возможности она не может больше это делать ну и запущена программа кури объемом 20 миллиардов евро в месяц и эту программу расширять тоже нету смыслу потому что там особо-то искупать нечего они такими темпами все возможные долговые бумаги которые есть у них в еврозоне скупят концу 2020 году всяком случае если не будут менять свой скажем так устав и другими словами что это получается это получается что фактически марио драги загнал европейской экономику в тупик он нету возможности понижать процентную ставку и нету возможности увеличивать объем количества мягчения но в еврозоне большие проблемы проблемы с инфляцией и вот тут перед кристин лагард достаточно серьезные проблемы стоят нужно разогнать инфляцию нужно удешевить европейскую валюту другими словами да но возможности это сделать как минимум старых нету и придумает ли что-нибудь кристин лагард или нет вот что самое главное в этот раз она будет у нас вступать в качестве председателя европейского центрального банка впервые это будет ее первая пресс-конференция поэтому с удовольствием послушаю мы будем с вами в ее речах искать информацию о том что конкретно она будет делать для того чтобы ослабить европейскую валюту для то чтобы разогнать инфляцию пока пока и в голову ничего у меня не приходит судя по тому как ведет себя евро инвесторы тоже не догадываются если способы да есть это никуе это не процентные ставки они другие но вот вопрос будет она их применять или нет поверить ли этому рынок или нет если то что она объявит действительно будет круто и рынок в это поверить тогда мы сами вот единственный случай когда мы сами увидим удешевление европейской валюты и она будет слабеть и в том числе по отношению к евро доллару но честно говоря как и случае с фрс я не верю в то что кристин лагард в рамках одной пресс-конференции обозначить так сказать назовем то так дорожную карту о том как она будет разгонять инфляцию в еврозоне и более того и сам даже обозначить эту дорожную карту еще далеко не факт что рынок этому поверит поэтому да ее речь действительно может склыхнуть европейскую валюту причем в сторону понижения но я думаю этот сценарий все-таки маловероятен что еще из интересного здесь есть на национальный банк швейцарии там плюс минус все похоже честно говоря и без каких-либо моментов новых а вот в пятницу в пятницу 13 мы сами узнаем решение по процентной ставки в нашем российском центральном банке cbrf и здесь в экономическом календаре стоит понижение на 25 басных пунктов или на 0 25 процентов хотя в действительности это очень очень мало и центральный банк российской федерации в прошлый раз когда понижал процентную ставку говорил что у них есть такая возможность правда пока пока он рынку никак сигнала не давал будут понижать или не будут в экономическом календаре стоит 0 до минус 0 25 процентов но в действительности если мы с вами посмотрим на долговые бумаги которые можно тоже интерпретировать как рыночные ожидания относительно будущей процентной ставки то мы увидим что в принципе с дюрации до до трех лет долговые бумаги у нас торгуются примерно ну скажем так с дюрации от одного года до трех лет долговые бумаги торгуются у нас с доходностью порядка 6 процентов даже чуть меньше чем 6 процентов это говорит о том что в принципе рынок готов к понижению процентной ставки регулятором на пол процента и действительно будет неприятно и будет волатильность на доллар-рубле если центральный банк российской федерации это понижение не устроит то есть понижение на пол процента это приемлемо понижение на 0 25 процентов по идее должно так сказать понизить стоимость рубля да то есть курс рубля должен понизить но по факту он может и вырасти потому что рыночные ожидания таковы что мы ждем понижение на пол процента ну и соответственно серьезного роста мы можем ждать от рубля ну как серьезного роста такого понятного роста мы можем ждать от рубля случае если центральный банк российской федерации не понизить процентную ставку скорее всего они это сделают скорее всего они это сделают на пол процента с указанием того что это последнее понижение и дальше впереди не ждете что 6 процентов это долгосрочная процентная ставка и это на мой взгляд самая вероятность сценарий тоже будем следить и еще одна конечно такое вот дополнение российские рубы реагируют на изменения монетарной политики регулятором чуть чуть иначе во всяком случае не так быстро не так резво и не так заметно как например евро либо доллар сша поэтому здесь поосторожнее с этим моментом что еще важно на текущий момент это давайте поговорим с вами про 15 декабря и если мы сами посмотрим просто календарь то 15 декабря выпадает на воскресенье и 15 декабря это дата когда сша должны поднять вид внедрить пошлины на товары из китая и они это анонсировали и единственное почему они это не должны были сделать это если сделка вот этот фаза номер один в торговой войне между сша китаем будет подписано в действительности она пока не подписана и более того мы сами получаем информацию о том что трамп вообще не имеет дедлайна и по большому счету считает целесообразным вернуться к подписью фазы номер один после выборов в сша 2020 года то есть де-факто через год их вот здесь он не держит свои слова потому что год назад или полгода назад он говорил о том что если китайцы будут тянуть до 2020 года то никакой сделки вообще в принципе не будет а теперь сам сам просто берет и предлагает и почему это важно это важно потому что если эти пошлины в 15 декабря будут введены то мы с вами получим безусловно негатив негатив по фондовому рынку и мы сами должны наверно в понедельник увидеть как и себе 500 открывается с гэпом вниз будет ли удерживать это падение фрс или нет а тут уже много будет зависеть от ситуации напомню что кризис ликвидности на межбанке есть это говорит о том что если падение пойдет то она может пойти лавинообразно потому что деньги на скупку акции их просто-напросто не будет поэтому ввести пошлины 15 декабря для трампа это на мой взгляд большая опасность опасность обрушить собственный фондовый рынок которому так сильно дорожит и который наверное рушить до своих выборов он не станет во всяком случае постарается удержать любое падение не зря баланс фрс так сильно растет соответственно я предполагаю что эти пошлины они будут отменены любого всяк случай отодвинуты опять твиттан трампа и вот это вот в отличие от центральных банков может произойти в любой момент в любой момент скорее всего конечно произойдет в пятницу или может быть даже там выходные трамп любит такие вещи делать анонсирует такие вещи когда рынок закрыт чтобы он не давал сильную реакцию но если пошлины будут отменены мы с вами можем нарваться на санта клаус ралли кто не знает что это такое это мероприятие когда фондовый рынок растет перед окончанием года и мы с вами можем посмотреть относительно того вообще реально это штуковина или нереально я здесь для вас сделать 2009 года раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ну если не будем брать в расчет этот год то 11 лет назад так сказать ретроспектива есть возможность посмотреть как вел себя индекс smp 500 в декабре под конец и мы можем посмотреть что из 11 случаев три раза мы видели падение падение рынка в декабре во всех других случаях ну не сказать что прям орали но тем не менее росли например 2008 год с 1 декабря до до 1 января ну до 1 короче года до открытия недельности до закрытия последней недельной свечки мы сами увидели рост порядка на 5 да даже почти на 6 процентов это здесь если так сказать удалить видно что но так себе рост а через год мы тоже самое видели сами примерно с ростом но уже в два процента в 2010 году недельная свечка 29 октября и закрылась нам в конце тоже декабря рост порядка пяти процентов здесь у нас 2011 году 28 ноября свечка открылась и закрылась последние декабрьская с ростом 8 и 3 процента и так далее и так далее и так далее причем ускорение было либо в начале до либо в окончании вот этих вот моментов здесь у нас получать 2 декабря свечка открылась и там какого как он закрылась в общем да до 30 декабря она закрылась свечка ну вот с таким ростом примерно на полтора процента падение которое присутствовало да она состоялась на 0 6 процентов и это обращаю внимание 2014 год 2015 год тоже было падение причем падение такое было более-менее существенное на 2 процента потом еще провалились там порядка на на 8 процентов и это конечно очень сильно ударяется все другие года плюс-минус мы закрывались с профитом за исключением 2018 года когда падение с 3 декабря там до конца декабря было у нас порядка девяти процентов и это действительно очень большое падение и казалось бы да чисто вероятностно мы конечно с вами скорее всего должны застать это самое санта-рали которая сейчас справедливости ради только только начинается да то есть если провести параллели то у нас открылась недельная свечка в декабре на отметках 3143 пункта вот и пока движуха происходит но мало того что количество положительных лет чуть больше есть еще очень интересная зависимость если мы с вами посмотрим на 14 на 15 и на 18 года но посмотрим не просто на график она тот же самый баланс фрс то мы с вами обнаружим что на самом деле не в четырнадцатом не в пятнадцатом году баланс фрс он либо заканчивался расширяться до либо вообще в принципе то есть деньги фрс не вливала особенно это видно на 2018 году когда под конец года фрс не то чтобы не вливала не расширяла собственный баланс но еще и проводила так называемую операцию qt когда повышала процентные ставки и изымала деньги из денежной системы соответственно вот это действительно так сказать смогло я не говорю что это напрямую до могла спровоцировать падение под конец года но рынке на самом деле просто не поддерживать что мы видим сейчас мы видим сейчас что фрс на самом деле разгоняет твой баланс очень серьезно и если 15 декабря трамп все-таки отодвинет сроки вот это вот как он называется сроки прошу прощения забыл сроки ввода пошлин это будет позитив для рынка и я думаю что мы сами увидим все-таки это санта ралли и рассчитывать на него в какой-то степени можно а что значит рассчитывать можно ну мы с вами посмотрели примерно рост на два процента там был а это значит что где-то в район 3200 мы сами так либо иначе должно улететь и именно этой целью я для себя ставлю при условии если у нас не будет конечно серьезного такого момента до связанного с эскалации конфликта между сша китаем которые могут дать негатив на рынок а отсутствие ликвидный кризис ликвидности может спровоцировать лавинообразный лавинообразную движуху ну и четвертая новость 4 события который бы хотел обратить внимание это выборы выборы в всеобщие выборы англии в парламентские выборы да и вообще до которые состоятся 12 числа результаты мы узнаем 13 числа сейчас лидирует консервативная партия кто не в курсе консервативная партия это партия условно говоря бориса джонсона которая в принципе если будет большинство а пока их большинство согласно вопросам да мы должны с вами увидеть принятие сделки brexit и это действительно хорошо и тут мы сами вернемся к графику и обращу ваше внимание на то что европейская валюта на самом деле у нас скажем так растет и росла все предыдущие недели на опросах на опросах которые проводились в момент выходных то есть по понедельник опубликовались данные мы сами видели определенный позитив ну скажем так опросы кого бы вы выбрали ведь будь выборы сейчас примерно то же самое кто помнит проходила и в момент самой сделки brexit за две недели до всеобщего референдума проводились опросы в нем в одном опросе победили скажем так по опросам большинство было за выход через неделю большинство было против выхода разногласия там были небольшие на самом деле в итоге мы получили огромный владелец что делать на фунте сейчас растем и если партия бориса джонсона выиграет будем ли мы расти дальше или нет интрига да никакой интриги я думаю что мы просто покупаем на фа на слухах и фактически весь этот рост он уже заложил сценарий победы партии бориса джонсона партии brexit ответственно когда мы с вами узнаем факты а именно победу да то мы с вами можем увидеть на самом деле какой-то чисто техническую коррекцию в район 129 50 причем я хочу обратить ваше внимание что это скорее всего будет коррекция потому что дальше мы уже сами будем получать события о том что как именно проходит сделка и не сделка эти договоренности проголосует не проголосует будут ли какие-то дополнительные то есть там еще на самом деле очень много информации на чисто техническая коррекция на продаже фактов это то что мы можем увидеть это то на чем на что я рассчитываю если подводить черту между регулятором европейского странного банка и фрс и джером пауэлл и кристин лагард да как я сказал ранее как я считаю не привнесут могут конечно в какие-то определенные моменты например кристин лагард может спровоцировать снижение европейской валюты но для этого ей нужны конкретные шаги которых наверно у нее нет и который она не объявит в этот раз джером пауэлл скорее всего замнёт эту тему что у него там растет куя что ли там растет баланс и все это еще называют называть никуе поэтому если эти два события произойдут не то не скажет не тот ничего не скажет серьезного движения европейской валюте я не жду скорее всего мы конечно будем подрастать по евро доллару но все в рамках вот этого боковика 1131 11 ровно и наверное здесь мы можем с вами умереть так скажем до конца 2019 года на какие-то другие серьезные движухи они не жду если конечно не будет изменения которых я сказал ну и smp 500 здесь правда уже фьючерс и это отметочка 3200 про которую я говорил она все еще впереди это так сказать моя долгосрочная цель вопрос только в в реализации где и как попробовать взять но была идея еще покупать от 3100 соответственно она там и висит это иди 3200 это та цель цель на тот случай если случится санта-рали который вероятность всего произойдет если трамп пойдет на попятна и уберет все эти пошлины которые вот-вот должны наступить 15 декабря но вот такой расклад это расклад причем на эту неделю будут ли изменения на следующей неделе я вполне уверен что да тем более на следующей неделе еще и всеобщая экспирация напомню валютные фьючерсы и многие-многие-многие фьючерсы на многие биржи будут экспирироваться числах двадцатых и это тоже может придать волатильности поэтому расслабляться рано несмотря на то что конец года будьте в фокусе будьте во внимание расслабляться я думаю можно только после после 20 после 25 декабря уже ближе уже не раньше чем через две недели до этого момента всем профита не теряйте зарабатывать пока спасибо за внимание